youtube facebook и телеграм надо еще будет третий телефон 4 уже получается и выходить еще и в инстаграме прям в эфир чтобы вообще по всем каналам меня показали тора тора чтобы шла по всем канал и так дорогие друзья всем добрый день добрый добрейший веселей же прекраснейший день сегодня начинается мой персонал личный год у меня сегодня день рождения до этого каждого из есть персональный год у меня 5 мая как раз я родился 51 год мне сегодня исполнится писать один год я уже живу уже больше чем полвека опытный уже такой до поживший и вот значит мы закончили радоваться хватит значит мы 7 октября мы изучали с сим хатура начиная с праздника сим хатура радость тора мы изучали как быть радостными и мы изучали самый главный инструмент радости это благодарность изучили 120 уроков которые по книге врата благодарности равша ломаруша потом мы изучали книгу которая называется быть в радости льет бы сим х и выучили 19 способов как быть в радости и потом был песок и на песок мы вышли на свободу то есть песок это выгод выход из всех ограничений то есть выйти из своего привычного эго из своего привычной такой знаете как автоматической личности да мы вышли а куда выйти и я долго думал какой же начать цикл уроков потому что сейчас например мы находимся время которое называется сферата омер счет омера и мы когда считаем вот эти вот дни мы каждый день исправляем какое-то качество то есть идет песок выход на свободу из рабства дальше идет исправление качеств и дальше идет шавод дарования торы и потом когда получили тору уже знаем все сделаем и потом разберемся то есть свежий нам дал полностью программу что делать что не делать как делать и после этого после этого что мы выходим опять к радости после дарования тора мы выходим к радости и приходим к сукоту симхат тора опять радуемся торе то есть все живем радостной жизнью я подумал что нам сейчас как раз будет очень хорошо изучать книгу которая так и называется путь праведных путь архотца детям это путь праведников книга о человеческих достоинствах эта книга о том вот на иврите она вот на русском даже если перевод если вы будете покупать то вы можете купить вот такое издание значит может быть мы попросим якова шатадина и мы попросим гришу влада найти эту книгу на русском языке и ее разместить в нашем боте для изучения тора тора трон в общем мы пока мы будем изучать значит книгу о человеческих достоинствах как исправлять свои качества эта книга известна уже несколько сотен лет ее изучают в еврейском народе я уточню сколько именно сотен лет но не меньше чем 300 400 лет это точно и значит эта книга она неизвестно кто и автор автор этой книги он никак себя не обозначил он скрылся то есть мы узнаем почему в дальнейшем очевидно и содержание книги мы поймем почему он не представился не сказал кто но эта книга она полностью базируется на притчах и на экклезиасти то есть это прям он начинает предисловие начинает с последнего отрывка в экклезиасти в коэлите он начинает с того что в предисловие да он говорит вот итог всему совдавара колешма вот итог всему бойся бога бойся заповеди его соблюдай потому что в этом вся суть человека это сказал царь шламу говорит он и раз он начинает с этого да свое повествование то значит понятное дело что нам будет очень интересно его изучать и полезно потому что вот прямо даже предисловие он наверно раз 20 приводит отрывки из притчи царя соломона из экклезиаста то есть он полностью базирует свою систему ту систему которую он рассказывает на мудрости царя соломона которую мы уже несколько лет изучаем новая икра значит давайте разберемся зачем кто такой праведник начале термины поймем термины спасибо всем за поздравление что я значит благословляю всех но это у меня сейчас 5 мая у меня по григорианскому календарю день рождения а 4 ияра будет по еврейскому и по еврейскому календарю когда мы будем я буду праздновать день рождения как бы в этот день то есть сила благословлять говорят что в этот день вот именно в этот день наступает настоящий как бы духовный день рождения именно 4 ияра я в этот день как раз буду всем давать благословения потому что потому что в этот день у меня будет сила благословлять а вы меня тоже еще больше тогда в тот день то есть идет так вы меня благословляете я благословляю вас все на небе там очень серьезные будут процессы происходить Значит, а мы пока давайте начнем учиться Самое лучшее, что мы можем делать в этом мире Это изучать Тору и выполнять волю Всевышнего Это лучшее, что можно сделать для счастья, для здоровья, для развития, для всего Учить Тору и выполнять волю Всевышнего Значит, все, начинаем Предисловие Сказал нам автор этой книги, что Бога бойся, заповеди его соблюдая, в этом есть человек С этого царь Самон, этим он закончил, Экклезиаст И он был самый мудрый царь над верхними и нижними мирами И он все попробовал, все он, значит, изучил Он знал все мироздание И несмотря на это, что он знал абсолютно все Он не только, он сказал в Каэрите, в Экклезиасте, в конце Что в конце концов все понятно и главное Бога бояться Но и в начале притчи он сказал, в первой главе седьмого отрыва Он сказал так Рейшид, значит Рейши даат и раташем Значит, основа познания Это страх перед Богом И притчи он закончил словами Последние слова, там были такие Иша и раташем и киталаль Женщина, жена, которая боится Бога Она будет прославляема То есть мы видим, что царь Самон При всем многообразии всего важного, что есть в мире Он выделял, что самое важное Это страх перед Богом Автор говорит, если бы какой-то другой человек говорил миру о страхе перед Богом То можно было бы не принимать всерьез Но царь Соломон, он был не просто даже мудрее всех в мире Он еще был и богаче всех в мире То есть он был самый умный, самый влиятельный, самый богатый человек к тому времени И он при этом сказал, что страх перед Богом это самое главное И дальше он сказал еще интересную вещь В начале экклезиаста, он сказал такую вещь Что все в этом мире Все в этом мире, все в этом мире, все в этом мире, суета, сует Переводят на русский А на иврите это звучит Теперь смотрите, что из этого следует Вот если все пар паров Вот живет человек, у него есть разные-разные в мире Ну какие-то идеи, желания, установки Какие-то он все время что-то планирует и так далее Царь Соломон говорит, все это пар паров Вот пар Все, что было, это пар, его нет Все, что будет, это пар, его нет Все твои мысли о том, что было и то, что будет, это пар Все, что там человек даже верит во что-то Вот у него есть какие-то мысли, это тоже пар Он говорит, а как вообще жить в пару Как жить в этом, в таком, как сказать Когда все непрочно Он говорит, как в этом жить Он говорит, очень просто За что зацепиться Где стержень Где то, что тебя держит как бы во всем вот этом вот Как сказать, виртуальном таком вот пространстве И человек, если вдумается Ну все виртуально Цели, планы Какие-то Вообще человек не знает ничего Ничто с ним будет То, что было, ну да Какие-то есть там элементики Он что-то помнит Но так ли оно было Не так оно было За что зацепиться? Он говорит, страх перед Богом Страх перед Богом Это стержень, за которую можно зацепиться И который тебя выкручет Как сказать Выруливает тебя И дает тебе опору в этом мире Теперь, дальше он приводит Слова Моисея Машер Абейну Он говорит так в Торе Что Что Израиль Бог хочет от тебя Только страха перед Богом И царь Давид в Салмах тоже говорил Опять же Начало мудрости Страх перед Всевышним То есть Почему они все говорят про страх? И Что в этом страхе такого Да важного? Значит Мне кажется Я сейчас расскажу Как бы свое Своё вот Видение и понимание Человек Человек Если он находится Вот в невесомости В вакууме В неизвестности Да Но Жизнь была Особенно в то время Была очень страшная Вот реально Была жизнь Полна опасности Постоянно Вот там Например Заболел кто-то Да Всё Воспаление легких Раньше же не было Никаких антибиотиков Ничего Человек умирал Он Чуть-чуть Он там Поцарапался Порезался Загнило Гангрена Умер Роды Там 50% Детская смертность Вышел на улицу Волги Зашел в дом Холодно Не уродился урожай Голод Уродился урожай Пришли Грабители Забрали В общем Жизнь была Постоянного страха И Страх перед Богом Это был Это была Некая такая сила Когда ты говоришь Всё Я не хочу Ни о чём думать Я хочу Только Соединиться Через вот этот страх Это трепет Есть творец Мироздания Он жизнь дал Он обо мне Позаботится И это был Такой стержень Который позволял Перестать бояться Всего остального Потому что Если ты Не боишься Бога Если у тебя нету Связи с Богом Тогда тебе надо Бояться всего остального Если у тебя есть Ты боишься Бога У тебя есть связь с Богом Значит тебе не надо Бояться всего остального Так я понимаю Почему Страх Те самые важные Была Теперь дальше Он пишет так Что человек Избран Из создания Творца И создан По образу И подобию Бога То есть человек Это не просто Какая-то Такая говорящая Обезьяна А человек Это Проявление Всевышнего В этом мире То есть Божественная душа Возможность Выбирать Возможность Создавать Возможность Это все Проявление Божественного В этом Нижнем Материальном мире И Дальше Он пишет Что Значит Человек Это Суть Цели Смысл Творения И все Это творение Все это Мироздание Оно Для человека И теперь Бог дал Человеку Учение Тора Это учение Чтобы наставлять Его на пути Истины И получается Так Что Если Человек Принимает Соединяется Со Всевышним И он Создает С ним Вот эту Вот связь Которая Включается Через страх Но проявляется Через любовь То тогда Тогда можно Прийти к состоянию Когда Которому Приходили Праведники Авраам Ицкак Яков Про отцы Народа Израиля Они приходили К такому Состоянию Что У них Были Ангелы Которые Которые Им служили То есть Ангелы Это Ангелы Это Служители Всевышнего Да Ну Это Образно Так Говорится Да Это Метафора Ангелы Это Сущности Которые Всевышний Создает И Которые Выполняют Его Волю Теперь У Праведников Есть Ангелы Которые Выполняют Их Волю Есть Такая Известная Фраза Что Праведник Скажет Всевышний Выполняет То есть У него Огромное Есть Влияние На Мироздание У Праведника И дальше Говорится Что И у Якова Были Ангелы Которые Ему Помогали И Там У Авраама Были Ангелы И Даниэль Посланца И он Закрыл Пасть Львов То есть У Праведника Появляется Появляется Такая Сила Менять Мироздание То есть Он Реально Может Менять Мироздание И И так Он Пишет Дальше Мы Знаем Что Есть Люди Превосходящие Других Что Один Человек Может Быть Значительные Множество Людей Хотя У Всех Людей Одна Основа Обликом Они Подобные Но Душа Одного Поднялась Выше Души Другого Как Почему В чем Тогда Разница Между Людьми Он Говорит Очень Просто Первый Позволил Мудрости Своей Управлять Своими Страстями А Другой Другим Властвуют Его Вожделения Его Страсти И Он Всю Свою Жизнь Он Является Рабом Своих Вожделений Своих Страстей То есть Что Получается Есть Божественная Душа Часть Всевышнего Есть Интеллект Который Набор Информационных Каких-то Программ Есть Животное Которое Является Набором В Страсте Вожделения Инстинктов И так далее И Уровень Человека Он Определяется Тем Насколько Человек Получил Божественную Мудрость И насколько Он с помощью Божественной Мудрости Подчинил Себе Свои Животные Инстинкты Свои Страсти Это Является Основной Разницей Между Людьми То есть Есть Возможность Реализовать Свою Божественную Высшую Часть В этом Мире И Достигнуть Невероятной Ступени Влияния И на Этот Мир И дальше Перейти В духовный Мир В чем Это Заключается Когда Ты Подчиняешь Своему Интеллекту Который Наполняется Торой Подчиняешь Своё Животное Или Наоборот Есть Возможность В этом Мире Просто Оставаться Животным Которое Имеет Интеллект Которое Позволяет Позволяет Лучше Реализовывать Животные Свои Вожделения И страсти Вот Выбор у Человека Или ты Интеллект Служит Животному Или Интеллект Обслуживает Душу Вот Весь Основной Выбор Значит Дальше Он Объясняет Нам Такую Вещь Что Есть Эта книга Она пишет Вдумайтесь Интересная Информация Которая Если говорить Психология Возникла Сто лет Назад Вот Это Чистая Психология Пять чувств Содержатся В человеке Есть пять чувств С помощью которых Мы воспринимаем Мир Чувство слуха Чувство зрения Чувство обаяния Запах Вкус И чувство Осязания Значит Все Все вот эти Пять чувств Есть У людей И Этими Пятью Чувствами Мы Воспринимаем Сигналы Окружающего Мира Теперь Сигналы Окружающего Мира Через Пять Вот Этих Входов Заходят Вовнутрь То Что Называется Мышление Человека Его На языке Тора Это Называется Сердце И эти Пять чувств Доносят До сердца Любое Событие Любой Поступок То Все Это Заходит Через Эти Пять Чувств Дальше Добавляется К этому Описание Интерпретация Которую Человек Дает С помощью Речи То есть Мы С помощью Речи Мы Описываем Например Человек Увидел Что-то Если Он Не знает У него Нет Слов Как Он Это Пишет У Картинка Есть А Слов Нет Если Он Слышит Например Речь На Корейском Языке Кто-то Говорит На Корейском Языке Он Слышит Корейский Язык Но Он Не Понимает Он Воспринимает Тогда Слышит Слышит Видеть Видеть Запах Какой Идет У него Что-то Он Чувствует Но Любая Внешняя Реальность Через Эти Пять чувств Заходит Вовнутрь И внутри Оно В Сердце В подсознании Шифруется Как бы Да Сердце Содержит Множество Чувств И качеств И внутри У человека Формируется Его Модель Мира И модель Себя То есть Люди Очень внутри Разные Мы похожи На матрешечку Или на дерево Которое Кольцами Вот так Вот Дерево Первый год Был Мяденький Такой стебелечек Был Такой гнущийся Потом второй Слой Третий Кольца Потом прошло Сто лет Сто колец Там метровый Дуб Такой Он не двигается То же самое Человек И у него Внутри Те события Те слова Все его Восприятие Формировало Его Сущность И вот Сущность Человека Он пишет Сердце Содержит Множество Чувств И качеств Гордость Смирение Память Забывание Страдание Радость Стыд Дерзость И много Подобных Теперь Но если у человека Нету Вот этих Одного Из этих Пяти Чувств То вся Его Внутренняя Сущность Она Кардинально Меняется Потому что Например Слепой Если Он воспринимает Мир Человек Без зрения Он Совершенно У него Внутренняя Модель Мира Совершенно Будет Другая Или Или Тот Кто Не Слышит У него Модель Мира Будет Вообще Другая Теперь Значит Дальше Дальше Он Говорит В чем Смысл Человека В этом Мире Что С помощью Вот этих Пяти Чувств Он Развивает Свои Позитивные Качества Такие Как Милосердие Доброта И Развивая Эти Качества Он Поднимается На все Более Высокие Ступени Развивая Свои Позитивные Качества И В итоге Достигает Мировоздаяния Мировоздаяния Это Духовный Мир То есть Он Преодолевая Свою Животную Сущность И Развивая Свои Позитивные Качества Которые Идут Против Получается Его Животной Сущности Он Поднимается На все Более Духовную Ступень Высокую И В конце Концов Когда Его Как Ракета Которая Физическое Тело А он Он же Уже Поднялся В Духовный Мир Он же Всю Жизнь Этим Занимался Поднимался По уровням Духовного Мира И он Уходит В Духовный Мир Как Вечное Вечное Пребывание Там Да Дальше Он Говорит Такую Вещь Что Есть Добро Есть Зло И Че Который Наполняет Свою Душу Всеми Силами И он Выбирает Семья Доброе Светлое Он Наполняет Себя Позитивными Правильными Качествами Хорошими И Отбрасывает Все Зло Весь Негатив Весь Мусор То В этом И есть Смысл Жизни Человека Его Развитие Теперь Что Он Говорит Что мы Имеем Ввиду Что надо От себя Убрать А что Нужно Себе Добавить Он Говорит Вот Например Есть Люди Гневливые Они Постоянно Сердятся А Есть Люди Способные Они Спокойные Они Совсем Не Сердятся А Если Уже Рассердятся То Лишь Слегка Раз Несколько Лет Например Равыцкак Зильбер Он Говорил Что О себе Он Рассказывал Он Говорит Я По Природе Очень Гневливый Человек Он Был Лев По Гороскопу И Львы Они Очень Дерзкие Гневливые Он Говорит Я Очень Долго Я Годы Над Собой Работал Для Того Чтобы Полностью Убрать Из Себя Гнев И Он Вообще Ни От Чего Не Гневался Я Видел Эти Ситуация Его И Били И Что Только Не Делали Он Он Выполня Волю Всевышнего Он Совершенно Убрал Из Себя Гнев Есть Люди Гневливые Есть Которые Никогда Не Сердятся Есть Люди Высокомерные А Есть Такие Которые Низкие Духом Это Назвать Ну Которые Такие Они Очень Скромные Есть Люди Страстные Чья Душа Не Может Насытиться Они Такие Прям У Них Вожделение А Есть Астеты Которым Вообще Ничего Не Надо Да Есть Люди Алчные Которые Прямо Вообще Им Все Денег Не Хватает Как О Которых Сказал Царь Соломон В Экклезиасте Что Тот Кто Любит Деньги Не Насытится Деньгами А Есть Люди Вообще Нежадные Которые У них Есть Самый Минимум Им Больше Не Надо А Есть Такие Которые Морят Себя Голодом И Деньги Тратят Как С Огромными Страдарениями А Есть Которые Все Деньги Которые К К Нему Качеств Значит То есть У каждого Человека Каждый Человек Состоит Из Набора Качеств Это Я пока Читаю Предисловие А в Самой Книге Которую Мы Будем Изучать Он Берет Каждое Качество И По Каждому Качеству Разбирается Дальше Он Говорит Смотрите У Каждого Человека Есть Набор Качеств Откуда Они В нем Взялись Первое Откуда Берутся Качества Он Говорит Врожденные Природа Тела Значит Природа То есть Например Люди Гневливые От природы Такие Есть Эмоциональные Есть Люди Которые Наоборот Они Спокойные Там Флегматик Холерик Вот эти Вот Типы Типы Нервной Системы Он Говорит Есть Какие Качества Они Прошиты У Человека От Рождения Генетика Теперь Есть Качества Которые Которые Он Взял У Семьи У Семьи Значит Воспитание В семье Вот так Делали Так Говорили Есть Качества Которые Он Перенял У Друзей Уже Он Стал Взрослым Но С кем Поведешься От того И Наберешься И он Значит У Друзей Где-то В компаниях Там Веселая Компания Где-то Компания Наоборот Все Такие Жалуются Да То есть Он Человек Очень Социальное Существо Он Перенимает Качество У друзей Подходы Теперь Значит Три основы У нас есть Есть Природные Качества Одинетика Есть То Что С детства Впитано С молоком Матери Да Воспитали В семье Есть Влияние Окружения Вот Это Качество Которые Это Основа Откуда Приходят Эти Качества Дальше Он Говорит Так Есть Качества Которым Надо Пользоваться Во многих Это Как Он Говорит Как Готовить Еду То Есть Вот Готовят Блюда Тут Нужна И Зелень И Мясо И Вода И Соль И Перец Но Все Это Нужно Брать По Дозировке Которая Необходима Нельзя Взять Больше Меньше Блюдо Будет Испорчено То Есть Поэтому Он Говорит Самое Важное Это Это Научиться Понимать Где Когда И Теперь Дальше Если У человека Есть Природное Стремление К Каким-то Плохим Злым Качествам Он Говорит Это Это Как Болезни Есть Люди У которых Есть Болезни Тела А Плохие Качества Характера Да У Человека Это Как Болезни Души Это Прям Написано Дурные Качества Это Болезни Признаки Болезни Души И Как Больной Человек Физически У него Есть Разные Сбои Он Ту пищу Он Ест Ту Не Ест Иногда Он Ест Вредную Пищу Иногда Он Полезную Он Не Хочет То есть И Люди Которые Болеют Физическими Болезнями Куда Они Идут К врачу И врач Им Говорит Смотри Тебе Вот это Можно Кушать Это Нельзя Кушать Тебе Значит Если Ты Будешь Продолжать Вести Себя Вот Так Ну Все Значит Это Конец Он Говорит То же Самое То же Самое Человек У которого Который Хочет Исправить Болезни Своей Души Которые Проявляются В Плохих Качествах Характера Он Говорит Нужно Ити К Мудрецам Чтобы Они Мудрецы Помогли Исправить Эти Качества Характера Пророк Ишая Говорит О людях Которые Не хотят Лечить Душевные Болезни Горе Вам Называющие Зло Добром И добро Злом Полагающие Тьму Светом И свет Тьмою Полагающие Горько Сладким И сладко Горьким Так Сказал Ишаев 5 главе Пророк Ишаев 20 отрывок И О них Сказал Царь Соломон О таких Людях Что Оставляющие Прямые Пути Чтобы Ходить Путями Тьмы Есть Люди Которые Реально Реально У них Очень Плохие Качества Характера Они Злые Жадные Гневливые Грустные Это Грусть Это тоже Что за Жизнь Разве Это Хорошее Качество Характера Быть Все Реально Грустным Подавленным Пессимистичным Критичным Это все Душевные Болезни И В чем Состоит Исправление Души Он говорит Как Можно Излечить Болезнь Души Пусть Пойдут К мудрецам Которые Врачеватели Душ И они Вылечат Их Болезнь Тем Что укажет Верный Взгляд На мир И Таким Образом Можно Вернуться На путь Добра Значит Но Те Кто Не Хотят Идти К мудрецам Исправлять Свои Качества Те Кто Не Хотят На Эти Вороте Ходить Сейчас Которые Мы Будем О них Сказал Царь Солмон Видите Тоже Хорошо Что Глупцы Презирают Мудрость И Наставление То есть Те Кто Презирают Мудрость И Наставление Значит Они Называются Глупцы Хорошо Теперь Дальше Он Говорит Есть Категории Людей Есть Люди Например Которые Страстно Желают Идти По Пути Добра Но Они Не Знают Как Они Не Знают Ни Точно Ни Что Такое Добро Ни Как Правильно Идти По Пути Добра Но Не Знают Как И Они Похожи На Человека Который Ищет Ищет Там Он Приводит Там Искал Шимона Но Он Никогда Не Видел Как Выглядит Шимон У него Есть Шансы Найти Шимона Нет У него Может Быть Сильное Желание Найти Шимона Но Шимона Он Никогда Не Найдет Потому Что Потому Что Он Не Знает Как Он Они Никогда Не Будут Жить Правильно Вторая Категория Людей Так Мы Сегодня Даже Не Закончили Конечно Мы Предисловие Сегодня Не Закончили Но Уже Мы Сегодняшний Урок Заканчиваем Нам Осталось Еще Один Урок У нас Будет Завтра По Предисловию И Потом Первая Врата Врата Гордости Будем Первое Качество Изучать Это Гордость Значит На Сегодня Мы Заканчиваем Что мы Сегодня Поняли Давайте Подведем Итог Что Человек Который Хочет Прожить Свою Жизнь Правильно И Реализовать Свой Потенциал Божественной Своей Души Он Должен Работать Над Исправлением Своих Качеств И Эти Качества В себе Исправить Как Исправить Мы Можем Узнать Только Из Книги Книга Честных Достоинств Потому Что Все Остальное Это Это Предположение А вот Это Тора От Всевышнего Хорошо Значит Мы На этом Сегодня Заканчиваем Сейчас Будет Еще В 11.00 Сегодня Будет Урок Для Партнеров И Спонсоров Мы Будем Изучать Книгу Эта Книга Называется Книга О Богатстве Это Письма Любавичского Рэба Его Встречи С людьми Которые Были Близкие К нему На Тему Как Больше Зарабатывать Это Именно Для Партнеров И Спонсоров Так Как У нас Появилась Сейчас Цель Мечта У Ваикра Мы Хотим В этом Году Значит В Иерусалиме Купить Синагогу Построить Свой Центр Такой Чтобы Была Синагога Чтобы Можно Было Приезжать Молиться Чтобы Были Офисы То есть Мы Очень Хотим Расширяться Так Значит Для Спонсоров Мы Будем Урок Так Они И так Помогают Но Мы Очень Хотим Чтобы Они В этом Году Заработали Миллионы И Десятую Час Дали На Эту Синагогу Поэтому Мы Будем Изучать Как Как По Торе Получить Материальное Богатство Поэтому Кто Хочет Стать Партнером Спонсором Ваикра Велком В 11.00 У нас Будет Урок Все Всем Удачи Успехов Чтобы Всевышний Дал Вам Благословение Мир Благополучие Чтобы Все Кто Стремятся Искренне Ко Всевышнему И хотят Узнать Что Он От Нас Хочет Чтобы Всевышний Дал Вам Мудрость Открыл Все Свои Все Что Он От Вас Хочет И Чтобы Как Следствие Как Плоды Мудрости Как Царь Самон Он Просил Бога Мудрость Получил Все Остальное Чтобы Мы Тоже Через Божественную Мудрость Получили Все Что Нам Нужно В Жизни Благополучие Удачи Успехов Встречаемся С Божьей Помощью Завтра А партнеры И спонсоры Встречаемся Через Полчаса На Зуме Значит Будем Изучать Как Получить Материальное Богатство